Больницы, дома культуры, детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, органы власти всех уровней, от сельских администраций до министерств и ведомств. Все учреждения объединяет одно – они присутствуют в соцсетях. Быть в сети – значит работать на расстоянии клика от жителей области. В настоящее время имидж любого органа власти, любой организации ни разу не связан с их работой в социальных сетях. Все мы это все понимаем. Вконтакте является лидером по всем охватам, по всем просмотрам. Ну и не секрет о том, что нам хотелось бы, чтобы мы и дальше в этом направлении двигались. Размещать актуальную информацию в социальных сетях сегодня обязывает федеральный закон. Объяснить последние тенденции в создании контента и научить быть интересными помогают такие круглые столы. Здесь опытные спикеры учат отвечающих за ведения официальных страниц людей не забывать. В госпаблике это все равно соцсети. А в соцсетях сейчас наибольший тренд – это вертикальное видео. То есть там тоже есть свои, скажем так, направления. Это и говорящая голова, и просто голос, и лайфстайл. То есть вот это вот все как должно правильно выглядеть. Потому что все равно у госучреждений есть свои требования и свои ограничения. Главное, чтобы ограничения не загоняли в рамки канцелярщины. Рецепт простой – рассказывать интересные истории и двигаться в ногу со временем. Для этого нужно постараться. Постараться говорить с людьми человеческим языком. Это очень большая болезнь многих органов власти, когда вроде информация полезная, но написано так, что там рядовая, ну опять же там родительница какого-нибудь ученика школы поймет, да, это полезная информация, но не всегда может понять, о чем же вообще хотели сказать ей. К сегодняшнему дню через образовательную программу уже прошло около 200 специалистов. Оценить уровень их подготовки могут сами жители, поставив лайк актуальному и интересному посту на странице Госпаблика. Антон Кузьмин, Павел Асланиди, Сергей Рябухин, репортер 73.